Тогда откроется, как свет твой, правда твое, исцеление твое скоро взойдет и предыдет перед тобою, правда твоя и слава Божия обымет тебя. А за этим что? Тогда воззовешь, и Бог услышит тебя. И все будешь говорить, и скажешь, вот я, тогда воссияет во тьме свет твой, и тьма твоя будет, как полдень, и будет Бог твой с тобою всегда, и насытишься, чего желает душа твоя. Исайя 58.6. Видишь ли, что когда разрешим всякий соус неправды, и расположимся благодетельствовать ближнему от всей души, тогда облистаемся светом ведения, освободимся от страстей бесчестия, и исполнимся всякою добродетелью, светом славы Божьей осветимся, и от всякого неведения избавимся. В моляже Христу услышаны будем, и Бога всегда будем иметь с собою, и божественных исполнимся желаний. Возлюбим друг друга, и возлюблены будем от Бога. Будем долготерпеть друг другу, и Он подолготерпит грехам нашим. Не будем воздавать злом за зло, и Он не воздаст нам по грехам нашим. 2. Оставление при грешении наших обретем в прощении братьям, ибо милость Божия к нам сокрыта в милостивости нашей к ближним. 3. Почему и сказал Господь, отпускайте, и отпустят вам. 4. И если отпускаете согрешение человеком, то отпустит вам Отец ваш Небесный, и опять блажены милостивые, ибо они помилованы будут. 5. И которой мерой мерите, такой и вам отмерится. 6. Вот устроил нам Господь образ спасения, и дал власть человекам, бычадами Божьими. 7. Посему, после всего спасение наше уже в нашей воле. 8. Придадим же себя всецело Господу, и да Его воспримем всецело, и соделаемся через Него богами. 9. Ибо для того Он и человеком соделался, естеством, Сы, Бог и Владыка. 10. Покоримся Ему вседушно, и Он недремленно будет отражать врагов наших. 11. Если бы люди мои послушали Меня, говорит Он, Израиль бы в пути Моем ходил, то Я смирил бы врагов Его, и на оскорбляющих их возложил бы руку Мою. 11. Все упование наше на Него единого возложено, на Него возвернем всю печаль нашу. 12. И от всякой скорби Он избавит нас, и во всю жизнь пропитает нас. 13. Всякого человека возлюбим от души, но ни на какого человека не будем возлагать упование своего. 14. Только поскольку Господь хранит нас, поскольку и друзья споспешиствуют нам, и враги немоществуют перед нами. 15. Когда же Господь оставляет нас, тогда оставляют нас и друзья наши в беспомощности, и враги преодолевают нас, но и на себя самого надеющиеся падет падением гивным, а боящийся Господа возвышен будет. 16. Почему и говорил Давид, не на лук мой уповаю, и меч мой не спасет меня. 16. Спасет нас от стуждающих нас и ненавидящих нас посрамил ты. 17. Не будем принимать помыслов, умоляющих грехи наши, и обманом уверяющих нас, что они уже прощены нам. 17. Это от них предостерегая нас, сказал Господь. 18. Внемлите же от лживых пророков, которые приходят к вам в одеждах овчих, внутри суть волки хищные, берегитесь их. 19. Пока ум нас стужаем бывает от греха, да то ли знай, не улучили еще мы оставление его, ибо верно не сотворили еще мы плодов достойных покаяния. 20. Плод покаяния есть бесстрастие души, бесстрастие же есть и изглаждение греха. 21. Не имеем еще мы совершенного бесстрастия, если иногда стужаем и бываем от страстей, а иногда нет. 21. Не улучили мы, значит, и совершенного оставления грехов. 22. От прародительского греха освободились мы через святое крещение, 23. От тех же грехов, на которые дерзали мы по крещению, освобождаемся не иначе, как посредством покаяния. 25. Покаемся же искренне, чтобы, освободившись от страстей, улучить нам оставление грехов. 26. Презрим временное благо, чтобы, ссорясь из-за них с людьми, не нарушить заповеди любви и не отпасть от любви Божией. 27. Будем ходить духом, и похоть и плоти совершать не станем. 28. Возбодрствуем и вострезвимся, и отресем сон беспечности, поревнуем святым подвижникам спасовым, и восподражаем подвигам их, забывая заднее, простираясь же вперед. 29. Восподражаем неутомимому их течению, горячему усердию, постоянству в воздержании, святыне целомудрия, твердости терпения, непоколебимости благодушия, искренности сострадания, невозмутимой кротости, теплоте ревнования, непритворной любви, высокому смиренно-мудрию, совершенному нестяжанию, мужеству, благостыне и тихонравию. 30. Не будем поблажать влечению к удовольствиям, не допустим расслабления в помыслах, не оскверним совести. 31. Будем иметь мир со всеми и святость, без которых никто не увидит Господа. 32. Ко всему же этому убежим от мира, братья, и от мира держится. 33. Оставим плоть и плоское, потечем на небеса, и там станем иметь свое жительство, подражая божественному апостолу. 34. Да достигнем начала вождя жизни, и вкусим от источника жизни. 35. Составим хор с ангелами и архангелами, и воспеснословим Господа нашего Иисуса Христа. 36. Которому слава и держава со Отцом и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. 36. Максима Исповедника. Третий том Добротолюбия. Страница 163. 47. Четыре сотни глав о любви. Предисловие к Элпидию. 48. Всех слово о подвижнической жизни посылает Твоей честности, Отче Элпидия. 49. И слово о любви в равночисленных четырем Евангелиям сотницах глав, которые немало, может быть, не соответствуют ожидаемому Твоему ожиданию, но не ниже наших сил. 50. Впрочем, доведает святыня Твоя, что это не моего ума плод. 51. Но, прочитав Писание Святых Отцов и набрав оттуда, что обращает внимание ума к моему предмету, и в виде изречений или глав, в немногом совместив многое, для удобнейшего запоминания и мысленного обозрения, 52. Препровождаю итог Твоему преподобию, прося считать с благою мыслью, ища одной пользы, и не обращая внимания на некрасоту речи и молиться о моем недостоинстве, чуждом всякого плода духовного. 53. Прошу также не вменить в отягощение написанного, будто я возлагаю бремена тяжкие на совесть, ибо я исполняю заповедь послушания. 54. Говорю же это потому, что ныне нас, отягчающих совести словами наставительными, много, а учащих делами, или учащихся из дел, очень мало. 55. Потрудись почтательнее вникать в каждую главу, ибо не все, как думают, для всех удобно, понятно, но много от многих потребует многого изыскания, хотя, по-видимому, и очень просто и изречено. 56. Быть может, что открытое в них таким образом окажется и душеполезным, но, конечно, и окажется по благодати Божией, если кто будет читать не с пытливым духом, а со страхом Божиим и любовью. 57. Кто же эту или другую какую книгу станет читать не в духовной пользе, а для уловления речения на укор писавшему, дабы тщеславно показать себя более знающим, нежели он? 57. Тому нигде, никогда, ничто полезное не откроется. 58. Первая сотница о любви. 59. Любовь есть благое расположение души, по которому она ничего из существующего не предпочитает по знанию Бога. 60. Но в такое любительное настроение невозможно прийти тому, кто имеет пристрастие к чему-либо земному. 61. Любовь рождается от бесстрастия, бесстрастия от упования на Бога, упования от терпения и великодушия. 62. Эти последние от воздержания во всем, воздержания от страха Божия, страх от веры в Господа. 63. Верующий Господу боится адских мук. 64. Страшащийся мук воздерживается от страстей. 65. Воздерживающийся от страстей терпеливо переносит скорби. 66. Претерпевающий скорби возымеет упование на Бога. 67. Упование на Бога отрешает ум от всякого земного пристрастия. 68. Отрешенный от всего ум возымеет любовь к Богу. 69. Любящий Бога предпочитает познание Бога всему от Него сотворенному и непрестанно прилежит к тому с вожделением. 69. Если все сущее существует через Бога и для Бога, 70. Бог же лучше всего через Него, получившего бытие, 71. То Бога, оставляющий и занимающийся низшими предметами, показывает тем, что Он предпочитает Богу то, что стало быть через Него. 71. Чей ум прилепен к Богу любовью, тот ни во что ставит все видимое, даже самое тело свое как бы чужое. 72. Если душа лучше тела и несравненно лучше мира, создавший Его Бог, то предпочитающий душе тела и Богу созданный от Него мир ничем не разница от идолослужительствующих. 73. Отторгший ум свой от любви к Богу и пребывания в присутствии Его, и привязавшийся тем к чему-либо чувственному, 74. Предпочитает душе тела и Богу создателю то, что стало быть от Него. 74. Если жизнь ума есть просвещение познания, а этот свет рождается от любви к Богу, то хорошо сказано, что нет ничего выше божественной любви. 75. Когда по влечению любви ум возносится к Богу, тогда он ни самого себя и ничего исущего совсем не чувствует. 76. Озаряемый божественным безмерным светом, он бесчувственен бывает ко всему сотворенному, подобно как и чувственное око к звездам по воссиянии солнца. 76. Все добродетели споспешествуют уму в возлюблении Бога, но всех более чистая молитва. 77. Ею воскреляемый к Богу, он бывает вне всего сущего. 78. Когда через любовь ум восхитится от божественного познания и, став вне сущего, восчувствует божескую беспредельность, тогда, по примеру божественного Исаия, от изумления пришед чувство своего ничтожества и искренно возглашает слово этого пророка «О окаянный я!» 79. Как умилился, как человек, и нечистый устами, посреди людей нечистыми устами живу. 80. И царя Господа Саваофа видели очи мои. 81. Любящий Бога не может не любить и всякого человека, как самого себя, хотя не благоволит к страстям тех, которые еще не очистились. 81. Почему, когда видит их обращение и исправление, радуется радости безмерною и неизреченную? 82. Нечистая страстная душа, наполненная повыслами похотными и ненавистливыми. 83. Видящий в сердце своем след ненависти к какому-либо человеку за какое-либо падение, совершенно чушь любви к Богу. 84. Ибо любовь к Богу никак не терпит ненависти к человеку. 85. Любящий меня, говорит Господь, заповеди мои соблюдет. 86. Заповедь же моя сия, да любите друг друга. 87. Итак, не любящий ближнего не соблюдает заповеди, а не соблюдающий заповеди не может любить и Господа. 87. Блажен человек, который всякого равно любить может. 88. Блажен человек, не привязанный ни к какой вещи тленной или временной. 89. Блажен ум, который, минуя все твари, непрестанно услаждается божественной красотою. 90. Кто по печенье о плоти, простирая до похоти, за что-либо временное злопамятствует на ближнего, тот служит твари более творца. 90. Охраняющий тело свое от сластей и от болезней, имеет в нем соработника в служении лучшему. 91. Бегающий из всех мирских похотей, поставляет себя выше всякой мирской печали. 91. Любящий Бога непременно и ближнего любит, а таковой не может беречь имение. 92. Но боголепно распоряжается им, подавая каждому требующему. 93. Творящий милосты, не подражая Богу, не делает различия между злым и благим, между праведным и неправедным в потребностях телесных. 94. Но всем равно разделяется размерно с нуждою, хотя добродетельного за благое расположение воли его предпочитает порочному. 95. Как Бог по естеству благие и бесстрастные, хотя всех равно любит, как свои создания, 96. Но добродетельного прославляет, как родственного ему и нравом, а порочного милует по благости своей, наказуя в веки всем обращает его. 96. Так и человек благомыслящий и нестрастный любит равно всех человеков добродетельного по естеству и за благое расположение воли, 97. А порочного, как по естеству, так еще и состраданий, милует его, как несмысленного и во тьме ходящего. 97. Не раздаянием только имения оказывается расположение любви, но еще более преподанием Слова Божия и телесным служением. 98. Искренно отрекшийся мирских вещей, нелицемерно из любви служащий ближнему, скорее освобождается от всякой страсти и становится причастным божественной любви и божественного ведения. 99. Стижавший в себе любовь божественную, подобно божественному Еремии, не утруждается, последуя Господу Богу своему, но мужественно переносит всякий труд, оскорбление и поношение, не мысля зла совершенно ни против кого. 100. Когда ты оскорблен кем-нибудь или в чем уничижен, берегись помыслов гнева, дабы они по причине этого оскорбления, отлучив тебя от любви, не переселили в область ненависти. 30. Кто тяжко тебе от укоризны, когда или бесчестия, то знай, что ты великую получил от того пользу, ибо через уничижение промыслительно изгнанно из тебя тщеславие. 31. Кто, как воспоминание об огне, не согревает тело, так вера без любви не производит в душе света ведения. 32. Как свет солнца влечет к себе здравое око, так познание Бога естественно восхищает к себе через любовь чистый ум. 33. Чист ум есть, вышедший из неведения и просвещаемый божественным светом. 34. Чиста душа, освободившаяся от страстей и непрестанно возвеселяемая божественную любовью. 35. Страсть достойна порицания, как неестественное движение души. 36. Без страсти есть мирное состояние души, в котором она неудобно движна на зло. 37. Кто тщанием своим стяжал плоды любви, тот не отлажается от нее, хотя бы претерпевал тысячи зол. 37. Всем да удостоверит тебя ученик Христос Стефан и подобное ему, и сам Христос за убийц своих молившийся отцу и просивший им у него прощения, как по неведению творящим то. 38. Ежели свойство любви есть долготерпеть и милосердовать, то очевидно, что гневающиеся и злобствующие чужд любви. 39. Но чуждой любви чужд Бога, поскольку Бог есть любовь. 40. Не говорите, что вы есть храм Божий, говорит божественный Иеремия. 41. Не говори и ты, одна вера в Господа нашего Иисуса Христа может спасти меня. 42. Ибо это невозможно, если не стяжешь и любви к Нему делами свидетельствуемой. 43. Что же касается доголой веры, то и бесы веруют и трепещут. 44. Дело любви составляет усердное благодетельство ближнему, великодушие, терпение и благоразумное пользование вещами. 45. Любящий Бога никого не огорчает и ни на кого не огорчается из-за временного. 46. Огорчает же и огорчается одной спасительной печалью, каковой блаженный Павел и сам огорчился и огорчил Коринфян. 47. Любящий Бога ангельской жизни на земле живет, постяся и бдения совершая, пая и моляся, и о всяком человеке всегда доброе помышляя. 48. Если всякий человек желает того и достигнуть домогается, чего всех же благ и желаемых вещей несравненно добрее и вожделении Бог. 49. То какое рвение должны мы показать, чтобы достигнуть его по естеству благого и вожделенного? 49. Не расслевай плоти твоей срамными делами, не оскверняй души помыслами злыми, и мир Божий снизит на тебя, принося с собою любовь. 50. Изнуряй плоть свою голодом и бдением, и неленостно упражняйся в псалмопении и молитве. 51. И освящение целомудрие снизит на тебя, нося с собою любовь. 52. Сподобившееся божественное ведение и любовью стяжавшее его просвещение, никогда не надмивается духом тщеславия, а не сподобившееся того весьма легко им кружим бывает. 53. Впрочем, если таковой во всем, что не делает, будет возревать к Богу, делая все ради его, то с Богом легко избежать этого недуга. 54. Не достигший еще ведения божественного, любовью вдохновляемого, много думает о том, что им делаемое бывает по Богу. 55. А сподобившийся получить таковое от сердца, повторяет слова патриарха Авраама, которое сказал он, когда удостоен был Божьего явления, я земля и пепел. 55. Боящийся Господа имеет смиренно мудрее всегдашним своим собеседником, и по его напоминаниям восходит к любви и благодарению Бога. 56. Он, воспоминая первое свое житие по духу мира, свои разнообразные прегрешения, случившиеся с ним от юности искушения, и то, как Господь от всех их избавил его и от жизни страстной перевел к жизни по Богу, со страхом восприемлет и любовь, и непрестанно, с глубоким смиренно мудрием благодарит Бога благодетеля и правителя жизни нашей. 56. Не скверняй ума твоего удержанием в себе помыслов похоти и гнева, дабы, отпадши от чистой молитвы, не впасть в дух уныния. 57. Ум тогда лишается дерзновения к Богу, когда бывает собеседником с помыслами злыми и нечистыми. 58. Неразумный, вводимый страстями, когда, будучи движим гневом, растревоживается, спешит без рассуждения бежать от братьей. 59. Когда же похотью разжигается, тогда, раскаиваясь, снова прибегает и вступает с ними в беседу. 60. Благоразумный же в том и в другом случае поступает иначе, в случае рассерчания, отсекшей причины возмущения, освобождает себя от огорчения на братьей, в случае походливости воздерживается от бессловесных позовов и праздных бесед. 61. Во время искушения не оставляй монастыря своего, но мужественно переноси волнования помыслов, особенно наводящих печаль и уныние, ибо таким образом благопромыслительно был искушен скорбями. 62. Возымеешь твердую надежду на Бога. Если же оставишь таковой, то окажешься неискусным, не мужественным и непостоянным. 63. Если желаешь не отпасть от любви божественной, то ни брата своего не допусти уснуть в огорчении на тебя, ни сам не усни в огорчении на него, но иди примирись с братом твоим и, возвратясь чистой совестью, принеси Христу дар любви в прилежной молитве. 64. Если по словам божественного апостола все дары духа имеющие, любви же не имеющие, никакой не получают пользы, то какое должны мы употребить старание, дабы стяжать ее? 65. Если любовь искреннему зла не творит, то завидующий брату, приводимый в печаль его добрую славою, помрачающий злоречием имя его или по злонравию наветующий на него, не делает ли себя чуждым любви и повинным вечному осуждению? 66. Если любовь есть исполнение закона, то памят озлобствующий на брата, уготовляющий ковы ему, проклинающий его и радующийся падении его, не есть ли законопреступник и не достоин ли вечной муки? 67. Если оклеветающий брата и осуждающий брата оклеветает закон, а осуждает закон, закон же Христов есть любовь, то клеветник не отпадает ли от любви Христовой и не делается ли сам для себя виновником муки вечной? 68. Не предавай слуха твоего языку клеветника и не языка твоего слуху любящего злоречия, с удовольствием говоря или слушая речи против ближнего, да не отпадешь от любви божественной и окажешься чуждым вечной жизни. 69. Не принимай укоризны на отца твоего и не поощряй того, кто его бесчестит, да не прогневается на дела твои Господь и потребит тебя от земли живых. 60. Заградил стакли вещи, чему в уши твои, да не согрешишь с ним двойным грехом, и сам приучаясь к этой страсти пагубной и ему не препятствуя поносить ближнего. 61. Я же говорю вам, говорит Господь, любите врагов ваших, творите добро ненавидящим вас, молитесь за творящих вам напасти. 62. Для чего заповедал он это? 63. Для того, чтобы освободить тебя от ненависти, огорчения, гнева, памятозлобия, исподобить величайшего стяжания совершенной любви, 63. Которое невозможно иметь тому, кто не всех человеков равно любит, по примеру Бога, всех человеков равно любящего, и хотящему всем спастись, и в познание истины прийти. 64. Я же говорю вам, не протився злому, но если кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую. 65. И хотящему с тобой истудить, и рису твою взять, отпусти ему и сорочку, и если кто возьмет тебя по силе, поприще едино идти, иди с ним два. 66. Для чего? 67. Дабы и тебе сохранить безгневным, бестревожным и не огорченным, и его твоим незлобием научить, и обоих вас подвесть подвига любви, ибо благ Господь. 67. Каким вещам были бы мы когда-нибудь пристрастны, а тех носим и страстное воображение? 68. Почему побеждающий страстное воображение, конечно, придирает и вещи воображаемые? 69. Потому что брань с воспоминаниями о вещах столько же труднее брани с самыми вещами, сколько грешит мыслью удобнее, нежели самым делом. 69. Из страстей иные сут телесные, иные душевные. Телесные от тела получают повод, а душевные – от внешних предметов. 70. Но любовь и воздержание отсекают и те, и другие. Любовь душевная, а воздержание телесное. 71. Иные страсти принадлежат к раздражительной силе души, а иные – к вожделевательной. 72. Те, и другие возбуждаются чувствами, возбуждаются же тогда, когда душа находится вне любви и воздержания. 73. Труднее преодолевать страсти раздражительной силы души, нежели вожделевательной, потому что против них от Господа и врачество дано сильнейшее – заповедь о любви. 73. Все другие страсти касаются только или раздражительной части души, или вожделевательной, или же мыслительной, как, например, забвение и неведение. 74. А уныние, охватывая все силы души, вдруг за одним духом приводят в движение почти все страсти, почему оно и тяжелее всех других страстей. 75. Добрый же Господь, подав против того врачество, говорит, в терпении вашем спасайте души ваши. 76. Не бей никогда никого из братья, особливо безвинно, дабы он, не смешивши скорби, не удалился. 76. И тогда ты никогда не убежишь от обличения совести, которая всегда будет причинять тебе вред, печаль во время молитвы, и отгонять ум от дерзновения к Богу. 77. Не терпи приносящих тебе соблазны подозрений на какого бы то ни было человека, ибо допускающая до себя каким-нибудь образом соблазны от приключений, произвольно или непроизвольно случающихся, не ведает пути мирного, который через любовь ведет к познанию Бога, любителей своих. 77. Тот еще не имеет совершенной любви, кто располагается к людям, смотря по нравам их, одного любя, другого ненавидя за то или другое. 78. Или одного и того же человека, иногда любя, иногда ненавидя по тем же причинам. 79. Совершенная любовь не разделяет единого естества человеков по различным их нравам, но всегда, смотря на то, всех человеков равно любит, добрых любит как друзей, а не добрых как врагов, благодетельствуя им, долготерпя, 80. Перенося ими причиняемое отнюдь не отплачивая им зла, но даже страдая за них, когда случай востребует, дабы, если возможно, соделать их себе друзьями. 80. Но если и невозможно, она все же не отступает от своего расположения к ним, всегда равной являя плоды любви всем человекам. 81. Так и Господь наш, и Бог, и Иисус Христос, являя свою к нам любовь, пострадал за все человечество и всем равномерно даровал надежду воскресения, хотя, впрочем, каждый сам себя делает достойным или славы, или мучения адского. 81. Неравно ни во что вменяющие славу и бесславие, богатство и убожество, утехи и горести, не достиг еще совершенной любви. 82. Совершенная любовь не только это все ни во что вменяет, но и самую временную жизнь и смерть. 83. Послушай достигших совершенной любви. Что говорят они? 83. Кто разлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота? Или гонение? Или голод? Или нагота? Или беда? Или меч? 84. Как написано, ради тебя умерщляет нас каждый день, считает нас завес, обреченных на заклание. 85. Но все сие препобеждаем возлюбившим нас. 86. Извести их всего, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, 86. Ни высота, ни глубина, ни какая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. 86. О любви к ближнему послушай опять. Что они говорят? Истину говорю во Христе, не лгу. 87. Свидетельствует мне в том, совесть моя в духе святом. 87. Скорбь для меня великая и непрестанная болезнь сердцу моему. 87. Молился бы сам я быть отлученным от Христа за братья моих, сродников моих по плоти, то есть израильтян и т.д. 87. Так же говорил и Моисей и другие святые. 88. Кто не вменяет ни во что честолюбие и сластолюбие, их возвращающего и ради их порождающегося серебролюбия, 89. Тот не может отстечь причин гневного раздражения, а неотстекающий их не может достигнуть совершенной любви. 89. Смирение и злострадание, телесные лишения, освобождают человека от всякого греха, потому что то отсекает страсти душевные, а это телесные. 89. Так поступал блаженный Давид, как видно из следующей молитвы его Богу. 90. Виж смирение моей, труд мой, и оставь все грехи мои. 90. Через заповеди Господь, исполняющих таковые, делает бесстрастными, а через божественные догматы дарует им свет ведения. 91. Все догматы или о Боге говорят, или о видимых и невидимых творениях, или о явленном в них промысле и суде. 91. Милостыня врачует раздражительную часть души, пост иссушает похоть, молитва ощущает ум и уготавляет его к созерцании сущего. 92. Ибо по силам души Господь дал нам и заповеди. 80. Научитесь от меня, говорит Господь, ибо я кроток и смирен с сердцем. Кротос предохраняет раздражительность от возмущения, а смирение освобождает ум от надмения и тщеславия. 3. Том Добротолюбия, страница 174. Святого Максима, исповедника о любви, первая сотница. 4. Страх Божий двояк. Один рождается от угроз, наказанием, от которого порождается в нас по порядку воздержание, терпение, упование на Бога и бесстрастие, и с коего любовь. 5. Другой сопряжен с самой любовью, производя в душе благоговение, чтобы она от дерзновения любви не дошла до пренебрежения Бога. 1. Первый страх – любовь совершенной изгоняет, вон, из души ее стяжавшей и не боящейся уже муки. А 2. А второй, как сказано, она всегда имеет сопряженным с собою. 2. Первому приличествуют следующие слова Писания. 3. Страхом Господнем уклоняются всякие от зла. Притча 15.27. 4. И начало премудрости страх Господень. 5. Ко второму – страх Господень чист пребывает во век века. 6. И нет лишения боящимся его. 83. Умертвите члены ваши земные, блуд, нечистоту, страсть, похоть злую и лихаимство, и прочее. 7. Землей назвал здесь апостол плотское мудрование, блудом – грех, делом совершаемый нечистотой и соизволением на таковой, страстью – страстный помысл, похотью злою – простое принятие помысла похотного. 8. Лихаимание – вещество, порождающее и возвращающее страсть. 9. Все сие, как члены мудрования плотского, повелел умертвить божественный апостол. 10. Сперва память вносит в ум простой помысл, и если он замедлит в нем, то от этого приходит в движение страсть. 10. Если не истребишь страсти, она преклоняет ум к соизволению, а когда это произойдет, тогда доводит уже до греха и делом. 11. Поэтому-то премудрый апостол, пиша к христианам, обратившимся из язычников, во-первых, повелевает прекратить совершение греха делом, а потом, подвигаясь обратно к прежнему порядку, доходит и до причины того. 11. Причина, порождая. 12. Причина, порождая. Продолжение следует...